Набираем 1200 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова ребят, с вами Локи, у нас стартует новая карьера FIFA 20, это карьера футболиста. Многие меня просили, многие ждали и вот наконец-таки она возвращается на канал. Да, у нас в этом году уже была одна карьера, но тогда из-за багов FIFA она сорвалась и получилась не очень успешной. Зато вот в прошлом году, в 19 FIFA, она была просто восхитительной. Тогда мы с вами побывали во многих клубах и завоевывали различные трофеи, становились лидерами в командах. Я надеюсь, что и в этом году эта карьера получится не менее интересной. Я создал снова самого себя, но на сей раз я стартую, ребята, во второй Бундеслиге. Для меня это что-то новое, думаю и для вас. Для большинства этот чемпионат, так скажем, не самый, может быть, просматриваемый. Поэтому здесь мы, ребята, будем биться за выход в основную Бундеслигу и будем стараться становиться лидером в нашей команде. Ну а дальше уже посмотрим. У нас, как обычно, предсезонный турнирчик. Мы играем, ребята, на острие атаки. В нашей команде в Штутгарте есть шикарный стадион, есть весьма интересная форма. У нас, ребята, есть некий ряд задач на сезон от нашего начальства. Это оценка не ниже 7 и 0. Это минимум 5 голов и минимум 5 голевых передач. И соотношение голов к ударам на уровне не ниже 14%. В принципе, эти задачи весьма выполнимы. И я думаю, у нас должно получиться. Я, ребята, стартую с предсезонного турнира, чтобы посмотреть, на что способна наша команда, наш игрок. Ну а также я впервые для себя... Ну не впервые, году в 2014 я начинал уже карьеру с такой камерой. Но сейчас для меня это будет действительно в новинку после такого большого перерыва. Я буду играть с камерой от третьего лица, то бишь со спины. И это будет для меня действительно неким челленджем. Поэтому пока что стартую на легенде. Ну а дальше, ребята, посмотрим. Если вы новенький, то обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Также не забывайте прожимать лайк и, конечно же, усаживайтесь поудобнее. Давайте, ребята, приступать. Мы начинаем наш предсезонный турнир матчем против Рая Валикана. Поехали. Честно сказать, не знаю, чего ждать от нашей команды. Потому как нужно, конечно, сначала привыкнуть к нашим партнерам. Наработать какие-то небольшие связочки. Ну и позже уже смотреть. Сейчас это как раз-таки предсезонный турнир для того, чтобы привыкнуть к этой камере. Привыкнуть к нашему составу. Ну и понятное дело, что на предсезонном турнире вряд ли будет выступать весь наш атакующий состав, который мог бы быть. Ну а сейчас неплохая атака. Подача на дальнюю. И первый удар по воротам. Мяч проходит рядом. Ну неплохо. Неплохо. Мы сразу же на подборчике быстро среагировали. Попытались пробить без обработки. А вот сейчас неплохо. Разгоняем атаку по флангу. И есть там уже забегающие партнеры. Но подача получается ударом. Атака Рая Валикана. Через центр. Перевод на правый фланг. Здесь нужно, чтобы наши защитники уже успевали. Но не успевает даже соперник. Пока что за 19 минут, в принципе, довольно равная игра. У нас рейтинг 6,3. Не так много. Но и, в принципе, для первого матча даже он выглядит весьма неплохим. Атака Рая Валикана. Убирают на ложном замахе нашего защитника. Подача. И отбиваемся. Ну вот сейчас. Здорово. Удар по воротам. И мяч летит мимо. Как же так, ребята. Классно. Классно открылись. Получив пас от партнера. Но с левой ноги уж очень неточным оказался этот выстрел. Ну, понятное дело, что левая это наша нерабочая нога. И снова здорово. Под перекладин убили. Но каков галкипер Рая Валикана. Здесь уже с правой ноги вкладывались от души. Ну и прыжок, конечно. Шикарен. Ух ты. Вот это подача. Ну уже забивай. Есть, ребята. 1-0. 1-0. Десятка нашей команды. Дидави забивает гол. И выводит Штутгарт вперед. Ну вот, наконец-таки, к концовке первого тайма хотя бы наша команда повела. Здесь додавили. Неудачно. Неудачно отбился защитник Рая Валикана. Даниэль Дидави забивает первый гол. На этом предсезонном турнире, как есть команды из Германии, из Испании, также есть из Италии пару команд. В общем, весьма-весьма интересный такой международный, получается, предсезонный турнирчик. Будем смотреть, что получится у нашей команды уже во втором тайм. У нас, ребята, Гомес выходит в нападение. Я думаю, многие его хорошо знают. Рая Валикана в атаке сейчас, уже в нашей штрафной. Главное не доводить до удара, ребята. Молодцы. Вставай, вставай. Нет, упал. Упал игрок нашей команды. И на вынос. Ну вот и именитые футболисты выходят. Появился на поле Кастро. Перед ним вышел Гомес. Ну а Рая Валикана напротив идет в атаку. Здорово. Хороший отбор. Никакого нарушения правил нет. Разгоняем сейчас атаку. Заброси как раз на Гомеса. Перевод дальше. Удар по воротам, но удар не получился сильным. Звучит свисток. Наша команда побеждает в первом матче предсезонного турнира. Он получился весьма непростым. Много сил было отдано. Но дедовим принес нашей команде победу. Мы зарабатываем первые три очка в нашей группе. Как мы видим, у нашего футболиста пока что не самый лучший набор формы. У нас пока что средняя форма. Когда мы выйдем на хороший уровень, я думаю, наш футболист будет играть еще лучше. Снова небольшие перестановки в составе. Довольно много футболистов, которые не играли в первом матче. И теперь мы встречаемся, друзья, с Боавиштой. Боавистой, как правильно, я не знаю. Но, как мы видим, и наш футболист сейчас не в самой лучшей форме. Но с первых минут мы видим, что Кастро с капитанской повязкой. И, ребята, поехали. Меня постоянно просят делать в сериях как можно больше матчей. Давайте, ребят, как это устроено на ютубе, сделаем, так скажем, количество лайков за количество матчей. Набираем 1200 для новой серии. Каждые 300 последующих лайков будут добавлять один матч к выпуску. То бишь набираем 1500 лайков. И у нас, ребята, 4 матча в серии. Стабильно 3 матча будет в каждом выпуске. Так что, если вы хотите видеть больше игр, поддержите видосик лайком. Не скупитесь. И, я думаю, все будет здорово. Пока что, как я вижу, они довольно активно пытаются через фланги прорваться. Ну, потому что мы играем в такую схему, где как раз и нужно, мне кажется, врываться по флангам. Протаскиваем мяч. Удар в дальний. И тащит голкипер. Еще один удар по воротам. Но здесь мяч сваливается с ноги. И уходит от ворот. Честно, вообще планировал бить в левый угол. Но мяч срезался и полетел очень сильно вправо. Здорово. Уходим от подката. Вот он шанс. Залетели в штрафную. Ну же. Удар в дальний. Но он получился прямо в руки голкипера. Плохой. Плохой удар. Ничего не скажешь. Но, наверное, слишком много сил мы потратили на рывок к воротам соперника. А вот сейчас. Ну же. Удар по воротам. И мяч в сетке. Первый гол за Штутгарт. В исполнении нашего игрока, ребята. И здесь мы додавливаем соперника. Можно сказать, завелась наша немецкая машина. И посмотрите, как мы здорово подтащили здесь мяч. Ушли от оппонента. И забиваем свой первый гол за наш новый клуб. Концовка первого тайма. Соперник что-то пытается придумать на фланге. Подача. Но наши парни справились. Довольно легко смогли отбиться. И организовываем новую атаку по флангу. У нас сил нету. Нету сил. Нужно, чтобы кто-то помог. Подача на дальнюю. Ну же. Забивай. Не догнал наш партнер. Удар по воротам. Но это слишком просто. Пошла подача. Удар по воротам. И мяч в сетке. Вот так вот соперник, воспользовавшийся стандартом, сравнивает счет в матче. И у нас, ребята, 1-1. Посмотрим, как все это было. Но здесь никто не успел накрыть. И что делал футболист, который находился на ближней штанге? Непонятно. Нас, ребята, меняют. Поскольку мы очень сильно устали. Мы подгоняем наших партнеров. И давайте посмотрим, как завершится матч. Мы стали, ребята, лучшим игроком этого матча. И, как я понимаю, наша команда выиграла. Сейчас мы посмотрим, с каким счетом закончилась эта встреча. 3-1. Вот так вот наши парни смогли забить еще два мяча после нашего ухода. Ну и смотрим теперь. Мы против Престона. Мы снова в старте. Здесь с нами также Гомес. И, ребята, давайте приступать. Я надеюсь, что получится, может быть, забить и сейчас. Посмотрим на нашу форму. Я имею в виду, какая она. Ну, не лучшим. Не лучшим образом выглядит наш футболист. Но, тем не менее, мы подняли уже плюс один к рейтингу. Последняя игра перед выходом, как я понимаю, в полуфиналы этого предсезонного турнира. Мы, я думаю, обеспечили себе уже выход. Теперь мы играем против английской команды. Это Престон. И, ребята, поехали. Здорово. И сюда, в центр. Ну же, и надо бить. Удар по воротам. И мяч летит выше. Но вот пока у нашего футболиста рейтинг чуть пониже. Нас не пытаются найти передачами. А вот и атака соперника. И здесь успевает наш голкипер. Хороший выход. Нет офсайда. Удар по воротам. И гол. Шикарнейшая атака. Не было никакого офсайда. И, друзья, наш второй гол за Штутгарт. Показываем мы на спину. Да, посмотрите на нас. Вот он, герой. Успели подработать. И здесь голкипер решил не выходить. Стоял до последнего. Я очень сильно боялся, что наш парень промажет по воротам. Но нет. Он с подкруточкой аккуратно укладывает рядом со штангой. И, ребята, 1-0. Еще один удар по воротам. И что там, штанга была? Не успела камера за футбольным снарядом. Ну, крутится мяч. Смотрим. Нет, ну, слишком далеко от ворот. Просто звон такой был, как будто в штангу мяч попал. Еще одна атака Престона. Еще одна подача. И успевает снова наш голкипер. Еще один удар по воротам. И снова мимо. Но Престон пытается каждую атаку довести до какого-то удара. Какая передача? Ну же! Не было офсайда. Но спасает голкипер. И на этом первый тайм закончил. В такой динамике немножко сложно ориентироваться, кто из партнеров получает передачу. Но я думаю, уже по ходу сезона будем смотреть на состав. Так как сейчас, повторюсь, на предсезонном турнире довольно много замен. Вот такая вот подача. И снова наш вратарь на месте. Последние 10 минут Престон атакует все чаще. И опять удар по нашим воротам. У нас замена, ребята. Нас снова меняют за 15 минут до конца. Я знаю, что ты сейчас сосредоточен все свои усилия на карьере в Штутгарте. Однако, как твой агент, я считаю своим долгом напомнить, если ты хочешь расти как игрок и когда-нибудь стать настоящей легендой, то нужно зарабатывать вызов сборной России. Ну, к этому мы тоже, ребят, будем стремиться. Ну, а теперь давайте отправляться на игру. Я надеюсь, что мы хотя бы чуть-чуть отдохнули. Ну, форма не самая, может быть, лучшая, но тем не менее, неплохая. Поехали. Полуфинальный матч. Мы пока что тестируем свою команду на предсезонном турнире. И мы близки к тому, чтобы выйти в финал. Мы забили уже два мяча в первых трех играх. Показали, в принципе, весьма себя неплохо. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Вот здесь наш партнер как-то не очень здорово сыграл. Но, тем не менее, мы перехватываем мяч. Удар по воротам. И над перекладиной летит футбольный снаряд. Нас хвалит тренер. Поддерживают трибуны и партнеры. Но с левой ноги удар оказался не очень точным. Ну и сумбурная такая была атака. Очень опасный штрафной здесь. Фостер сбивает соперника. И получает желтую карточку. Но грубовато, грубовато. Он въехал в ноги. Мячом там даже и не пахло. И у нас, ребята, штрафной. Мы, как обычно, на отскоке ждем, что партнеры смогут выиграть мяч. А в итоге соперник забивает. Вот это, ребята, момент. Красиво. Красиво Соса укладывает в ближний угол. В ближнюю девяточку наш галкипер спасти не сумел. И вот так вот соперник уже на одиннадцатой минуте у нас выходит вперед. Ну а вот неплохой момент нашего игрока. И гол. И нет офсайда, ребята. Нет офсайда. Девятнадцатая минута. Один-один. Как же здорово мы открылись. Третий гол. За Штутгарт. На предсезонном турнире. И шикарно разыгранная комбинация. Посмотрите, как нас увидел партнеры. Мы с левой ноги жахнули в дальний уголок. Ну вот я замечаю, что очень здорово. Наша команда иногда навязывает командный прессинг. Они прям бросаются. Перекрывать каждого футболиста команды соперника. Пас под удар. И еще один выстрел. Но вот эти короткие пасы прям на этой камере выглядят очень сочно. Хорошая передача. А сюда пяточкой сыграешь. Здорово. Ну же удар в дальний. Вынимай второй. Красотища, ребята. Наш игрок забивает второй мяч. И выводит нашу команду вперед. Но я считаю, что это шикарное приобретение для Штутгарта. Посмотрите, как мы открылись. Подработали. И пульнули под дальнюю штангу. 2-1. За 5 минут до конца. Мы делаем дубль. И переворачиваем ход этой встречи. Ну и вот отсюда можно бить. Удар по воротам. Добивай. И третий гол в воротах. Фантастика, ребята. Вот это выстрел. Вот это выстрел. И Гонсалес забивает после перекладины. Шикарно. Просто шикарно. Посмотрите, с какой дистанции мы решили приложиться. Ну и здесь Гонсалес уже просто добивал по пустым. Никакого офсайда не было. Ну и снова посмотрите, как мы сейчас давим соперника. И он вынужден играть через своего галкипера. Еще один удар. И это как раз таки Гомес сбил по воротам. Классная передача. Парашютик в дальний. Это, ребята, красота. Вот что значит. Наш футболист готов к большим свершениям. Посмотрите, какую красоту он сейчас уложил. Шикарный пас и Гомес, по-моему, ассистирует. Выходит галкипер. Галкипер не дотягивается и парашютик заскакивает в дальний. Великолепный старт нашей карьеры в Штутгарте. Пятый гол в предсезонном турнире. Нас меняют, ребята. Вот так вот, ребята. Ты оформляешь хэт-трик. Ты покидаешь поле. А в итоге соперник нулевой. Нулевой забивает тебе еще 4 мяча. И в итоге мы, ребята, не попадаем в финал. Ну вот это смех на самом деле Фифы. Как за 15 минут соперник смог забить тебе столько, чтобы ты проиграл. Но тем не менее, ребята, в следующей серии у нас уже стартует чемпионат. Обидно, досадно. Но мы все-таки играем не за команду, а за своего футболиста. И мы оформили хэт-трик уже в первом матче. Точнее, в первой серии. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Обязательно поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok